Меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я, собственно говоря, вместе с Софией Анатольевной Черкасовой. Мы и будем проводить семинар. Я прочитаю лекцию о том, как читать лекции. А София Анатольевна расскажет о том, что такое репутационный менеджмент врача в интернете, как его поддержать, развить и, в общем, стать известным в интернете. Может быть, несколько слов София Анатольевна скажет? Да, спасибо. Здравствуйте, уважаемые доктора, и не только. Я рада, что вас так много. В качестве вводного слова хотелось бы сказать немного о проекте «Как стать успешным врачом». Вообще, это фактически первый отечественный подобный проект. Есть, конечно, и другие, пока немногочисленные. Но хочется верить, что наш проект отличный от других, может быть, даже в чем-то выдающийся. Дело в том, что все его, условно говоря, продукты, книжки, семинары, они будут созданы и представлены вам двумя участниками. Это, собственно, я и Роман Вячеславович. Я занимаюсь репутационным менеджментом, интернет-маркетингом медицинских центров и развитием персональных брендов врачей. А Роман Вячеславович – это, не постесняюсь этого слова, блестящий пример успешного врача. Собственно говоря, продукт деятельности медицинского маркетолога. И я считаю, что вам будет очень полезно услышать вот два фраза представителей, можно сказать, разных сторон баррикад. Вы получите разноплановую, разнообразную, подтвержденную, проверенную информацию о том, как добиться успеха в вашей нелегкой профессии. Я надеюсь, вам будет полезно. Ну, собственно говоря, София Анатольевна и продвигает Центр медицины СНА, Санатория Варвиха. Некое предисловие. Собственно, это был сентябрь прошлого года. Я как раз в этой аудитории выступал перед выпускниками, ординаторами и аспирантами. И меня попросили рассказать, ну, несколько напутственных слов сказать. Ну, я обычно люблю всякие такие смешные вещи рассказывать. Ну, и они просто говорят, что давайте будем работать хорошо, дружно и так далее. И я долго думал, о чем же рассказать. Ну, и решил, скажу, знаете как, я вам скажу вот насчет успешного врача. Говорю, а поднимите руку, кто знает, как стать успешным врачом. Ни одной руки не поднялось. Говорю, вы все, в принципе, уже хорошие врачи. Или вы вас выучили, вы ординаторы, вы аспиранты, вы защитили диссертации. Вы уже хорошие врачи или, может быть, собираетесь стать хорошими врачами и даже, как-то так сказать, предполагаете, как это сделать. Но как-то люди руки не подняли. Ну, и здесь два аспекта. Вообще, что такое хороший, успешный врач? Давайте сразу поймем, что я подразумеваю, что успешный врач – это тот, который сначала хороший врач. Это некая аксиома, которая как бы непреложна, и это мы не обсуждаем. Другое дело – масса хороших врачей, которые, ну, может быть, наверное, не совсем успешные врачи. А что такое успешный врач? Ну, я перед той аудиторией, которая была, говорю, знаете, это так, наверное, когда ты встаешь с утра, идешь на любимую работу, а лучше едешь на какой-нибудь любимой и хорошей машине, а потом идешь с работы к себе в хороший дом или квартиру, у тебя замечательная семья, с которой вы там по вечерам ходите в любимый ресторанчик, и не по праздникам, а просто покушать. Ездите, в конце концов, где-нибудь там не только по Золотому кольцу, да, и пару раз в году, и не думаете, на чем там сэкономить, и гордо зовете себя врачом. Ну, вот такая маленькая ремарка. Ну, а в отношении того, что как стать успешным врачом? Есть такой хороший анекдот. Кошки мучили мышек. Ну, и бедные мышки, совсем замученные, пошли к умному филину. Говорят, филин, скажи, пожалуйста, а вот что делать, чтобы нас не мучили? Он подумал, говорит, это очень-очень такой сложный и дорогой вопрос. Говорит, любые деньги. Говорит, ладно, надо стать ежиками. И что, кошки нас не будут мучать? Не, абсолютно точно. Ну, вы видели где-нибудь, когда-нибудь, чтобы кошки приставали к ежикам? Нет. Ну, и довольные мышки бегут обратно, радостные, и тут на них нападают кошки и опять их мучают. А мышки думают, а как же стать ежиками-то? Они обратно к филину. Филин говорит, это еще один, еще более дорогой вопрос. Так вот, а как стать хорошим врачом? Это, конечно, не два, не две лекции. Это некая философия, наверное. Но, может быть, мы вот такие два камушка, которые в вот это здание хорошего врача мы сегодня постараемся заложить и, может быть, показать, что есть какие-то механизмы того, что вы как хороший врач можете стать еще и успешным врачом. И прежде всего вы должны уметь говорить, вы должны уметь рассказывать, вы должны уметь убеждать. И, собственно, с этого я и начну свою первую, наверное, лекцию. Я, между прочим, готовился к этому семинару, может быть, первый раз за последние 10 лет прорепетировал свою лекцию. Вот настолько я считал, что это важно. Обычно я лекцию пишу, и иду сразу рассказывать. Иногда обычно прям вечером или уже с утра. А тут вот как-то даже так. Так что это такой некий продукт, который я достаточно долго думал, но наконец-то сделал. Итак, начинаем. Аудио-визуальная среда. PowerPoint сегодня является универсальным помощником в устном докладе. Используйте последнюю версию PowerPoint во избежание неприятных сюрпризов с некорректным чтением ваших слайдов. Без крайней необходимости не вставляйте в презентации видеоролики, несмотря на выдающиеся возможности. Apple на 99% в медицинских конференции презентации... Что такое? Ну вот, ладно, вы еще смеетесь, но если бы я еще продолжал где-нибудь так минут 20, наверное, вот так все бы и выглядело. Это реальный слайд из конференции. Вот человечек, повернувшись спиной, мягко говоря, к залу, читает по бумажке. Вообще, интересно, что высшее руководство НАТО и армии США выражает крайнюю озабоченность чрезмерным использованием презентации PowerPoint. Почитайте. И PowerPoint делает нас тупыми. Вообще рейнджеры такие, да? PowerPoint рейнджеры, которые вместо того, чтобы воевать, готовят презентации. Мы о чем вообще поговорим? Мы поговорим, первое, о том, как представлять информацию. Ну и, собственно, это некая техника доклада. Второе, мы поговорим о поведении докладчика на сцене. Ну и третье, мы поговорим о философии презентации. Да, вот генерал МакКристалл, увидев эту презентацию, воскликнул. Если мы поймем, что тут написано, мы вообще выиграем войну в Афганистане. И, наверное, вы тоже часто видите такие презентации, в которых понять ничего невозможно. И лектор, даже показывая слайд, говорит, ну, тут, конечно, мало что можно понять, ну, посмотрите. Некие такие базовые железные принципы. Вот это тоже некие аксиомы, которые даже не стоит обсуждать. Первое, вот как у меня был первый слайд. Много разных цветов. Не надо делать это, как елку, разукрашенную на Новый год. Ничего, так сказать, путного из этого не получится. Много разных типов и видов шрифтов. Какие только загогулинки, извините, и прочие вещи народ не делает, чтобы как-то показать, насколько они умеют работать с PowerPoint. Но это очень далеко имеет отношение к тому, чтобы человек что-то понял, глядя на таких презентациях на экран. Вот что касается правила 666. Ну, я читал в разных источниках 555, 666 и 777. Ну, это, собственно говоря, сколько слов в названии, сколько слов в строчке и максимум 6 строчек. Вы же скажете, а как же так? Вот у нас же показывают слайды, где там, понимаете ли, лектор выходит и много-много читается слайда. Но презентация – это не чтение со слайда. Это максимум некие идеи для того, чтобы сам лектор посмотрел на слайд и понял или вспомнил, о чем ему говорить, или некоторые выводы, которые вы хотите из того, что вы говорите, чтобы слушатель видел на экране. И мелкий шрифт. На самом деле, вы тоже, наверное, часто помните, что смотрите на экран и ничего прочитать не можете. Вот тоже железное правило – шрифт должен быть минимум 25 кегль. Вот меньше никак. Если вы хотите сделать меньше, вы просто подумайте, что выбросить из этого слайда, потому что все равно человек вряд ли дочитает его до конца. Компоновка слайдов. Вы, наверное, тоже видели, когда показывают слайды, вы только еще успеваете начинать его читать, а уже лектор поменял слайд. Часто такое бывает. Вообще не показывайте слайд, который лектор в принципе о чем-то говорит, а никто не может его понять. То есть если вы не можете объяснить слайд, если человек, который посмотрел, он не может понять, что вы написали. Зачем загружать лишней информации? Через какое-то время человек вообще выключится и перестанет воспринимать какую-либо информацию, которую вы представляете у него на слайде. Понятно, что если вы хотите что-то выделить, это тоже возможно. Или цветом, или размером, или есть такая лупа в PowerPoint. В конце концов, возьмите и увеличьте этот кусочек. То есть вы в больших таблицах, если хотите сделать акцент, сделайте, но не показывайте эту таблицу и говорите, здесь очень-очень-очень много данных, вы все равно ничего не поймете. Ну или, по крайней мере, может быть, явно так не скажете, но человек, который посмотрит на таблицу, именно так и подумает. Ну и что касается смены слайда, тоже такая не совсем хорошая тенденция. Бывает, человек еще фразу свою не закончил, а уже поменял слайд. Вы уже начинаете смотреть на следующий слайд, а человек только заканчивает мысль. Получается, у вас такая когнитивная сбивка между тем, что вы уже увидели новый слайд с новой информацией, а человек все еще заканчивает предыдущую фразу. Вы закончите логично этот слайд, а еще лучше какой-нибудь переход сделайте. Ну или, по крайней мере, сделайте паузу между тем, как вы перейдете к следующему слайду. Ну и что касается показа слайдов. Есть, конечно, такие совсем апологеты малого количества, что, допустим, на 20-минутную презентацию нужно всего 10 слайдов. Но уж, по крайней мере, точно не больше одной минуты. В смысле, одна минута слайд. То есть, если у вас 20 минут презентация, а максимум 20 слайдов. Ни в коем случае не больше. Если вы думаете, что вы впихнете просто больше информации и покажетесь людям умнее, да, вы покажетесь людям умнее. Но люди ничего не поймут. Что касается поведения докладчика на сцене. Ну, первый контакт с аудиторией. Зрительный контакт и как говорить. Вот у меня такой вопрос. Какая профессия была у Евгения Евстигнеева в роли профессора Преброженского в фильме «Собачье сердце»? Кто знает? Хирург. Физиолог, точно. Ближе к теме, да? А какая была профессия у Ежи Бельчицкого в роли профессора Вильчура в фильме «Знахарь»? Хирург, супер. Вы их воспринимали как хирургов и физиологов. Вообще-то у них профессия артист. Я специально спросил, какая будет профессия у Ежи Бельчицкого, да, и какая профессия у Евгения Евстигнеева, а не у их образов в фильме. Но они настолько хорошо себя представляли, что вы их воспринимали, вообще-то говоря, хирургами. И вот это восприятие, которое вы в зрительном зале вызываете, тоже чрезвычайно важно. То есть еще Коко Шанель сказала, что у вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление. Внешний вид. Ну, есть много различных вариантов. Ну, понятно, что тут даже, наверное, обсуждать иногда не надо, но бывает ситуация такая, что видишь лектора, такую замечательную девушку, которая выходит в вечернем в платье с декольте выступать на медицинском конгрессе. Да? Ну, или парень выходит, так сказать, доктор и так далее, но в такой в джинсах с дырочкой на колени. Я, конечно, понимаю высокий смысл этой моды, но то, что вы говорите и как вы выглядите, оно должно соответствовать друг с другом. Не должно это вызывать некого диссонанса, ваш внешний вид и то, о чем вы говорите. Выход на трибуну. Ну, тоже продемонстрирую. Здравствуйте. Сейчас я вам тут что-то расскажу. Да? Классический вариант. Знакомство с аудиторией. Ну, отсюда выхожу. Здравствуйте. Что я сделал? Во-первых, я обвел всех взглядом. Во-вторых, посмотрев туда, я улыбнулся в публику. Даже абсолютно незнакомая аудитория. Уже подсознательно аудитория понимает, что я как-то немножко знаком. Да? То есть, соответственно, это вызывает некий уровень доверия. Всегда, ну, может быть, я даже и не сделал этого, но хотя, наверное, тоже нужно было сделать. Нужно было сделать еще комплимент аудитории. Обычно, если вы куда-нибудь едете выступать, узнаете, что там происходило в этом лечебном учреждении, чем оно славится, какие у них там уникальные операции делаются. Просто похвалите. Что касается впечатления, оценка свой чужой. Ну вот, прочитайте. Выражение, в принципе, одно и то же. Да? Давай, куколка, раздевайся. Да? Но, если это незнакомец или это знакомый человек, восприятие может абсолютно разное быть. И когда вы приходите в аудиторию, особенно незнакомую, вот вы как первый человек. Если вы сразу пойдете читать что-то, не сказав, кто вы, не представившись, не поздоровавшись, не улыбнувшись, вот вы будете восприниматься, как этот товарищ, который, уж не знаю, какие он мотивы там преследовал, первый сказал, раздевайся, куколка. Отчего вообще зависит успех выступления? Я даже здесь не сделал ссылку. Это практически во всех учебниках написано, что 60-70% это то, что человек видит. 20-30% это того, как говорит оратор. И 10% только что он говорит. Я тут, может быть, несколько будет цитат Радислава Гондопаса, очень известный и хороший лектор. Я сам учился на его книжках. Так вот, весь секрет успеха публичного выступления, для того, чтобы нужно просто говорить с людьми, а не выступать. А повсеместное использование PowerPoint привело к чему? Мы именно выступаем, мы не говорим. Мы написали презентацию, мы вышли, мы смотрим на презентацию, мы ее читаем, а публики нам, извините, до лампочки. Смотрит она презентацию, не смотрит, думает она, не думает, общается она с вами, не общается. Вы этого не воспринимаете. Ну, а вот просто такая интересная тоже справочка. Герцнер, да, на первом совещании выключил проектор и сказал, давайте просто поговорим. Это было воспринято, как будто бы президент Соединенных Штатов сказал, что, мол, друзья, давайте вообще запретим использование английского языка в Белом доме. То есть, вот до какой степени у нас дошло то, что мы общаемся исключительно с экраном, и с тем, что мы сами написали или на экране, или у себя на бумаге, но не с вами, со зрителями, ну или со слушателями. Зрительный контакт с публикой тоже чрезвычайно важный аспект. Всегда смотрите в зал, когда вы говорите. Собственно говоря, я на вас это все сейчас и делал. Я сейчас даже поясню, что я делал. Ну, понятно, не читайте текст, это то, с чего я начал, да, вышел и просто повернувшись к вам спиной начал читать. И при каждой следующей фразе есть такое правило четырех, шести или девяти точек. Но самое сложное девятиточечное. Когда я первую фразу говорил, я посмотрел туда, вторую я посмотрел туда, третью туда, четвертую сюда, пятую сюда, вот так, вот так, вот так, вот так. Каждая следующая фраза был взгляд в новую точку. Я как-то помню, пришел я на лекцию, выступала одна известная достаточно кардиолог-профессор, она вышла. Уважаемые коллеги, я сейчас вам расскажу о новых кардиологических препаратах. До свидания. Ровно так она стояла и ровно туда она смотрела. То есть, вот кому она там рассказывала и кто там за уважаемые коллеги, было, конечно, не очень понятно, но публика спала. То есть, а если я говорю фразу и говорю вот так, 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 вы же все сейчас чувствовали, что, в принципе, я всех на вас смотрел. Это достаточно сложная техника и, может быть, это нужно мало того, что думать, что ты хочешь сказать, это еще нужно в следующий раз думать, куда посмотреть. Но это вот некий такой уровень тренировки того, как выступать с медицинскими презентациями. Ну и это тоже, может быть, достаточно большая цитата. Да, может быть, это даже некоторое нарушение того, о чем я вам говорил в плане представления информации, но, как говорится, из песни слов не выкинешь, это вот Штайнер, 1921 год, что вместо того, чтобы просто читать, а это, собственно говоря, когда еще PowerPoint-ы не было вообще, но тоже была ситуация такая, что распечатку раздавали всем сидящим в зале, а лектор еще выходил и всю эту распечатку прочитывал. А, между прочим, человек читает сам, вот вы читаете, гораздо быстрее, чем я говорю. И если бы здесь был просто вот этот текст, и я бы вышел и начал говорить профессором, Геймгольц вытащил из левого кармана свой манускрипт и принялся его читать, в это время вы уже читали второе предложение, вы бы меня уже не слушали. Потому что вы читаете гораздо быстрее, чем я говорю. И если вы начнете читать со слайда, считайте, что или человек не будет читать, что написано, а будет вас слушать, или он будет скорее читать со слайда, но не будет слушать вас. Поэтому никогда не читайте. Это сразу притупляет внимание слушателей, и то, что вы говорите, вряд ли вы донесете до ваших слушателей. Представьте, что я молодой неженатый мужчина. А здесь есть молодые незамужние девушки? Ну или может кто хочет притвориться молодой незамужней девушкой? Мне нужен доброволец. Так, ну что такое? Ничего. Так, вы сказали, выходите. Будете притворяться. Значит, моя задача будет объясниться в любви и предложить девушке руку и сердце. Вот сюда становимся, вот сюда поближе, поближе. Вот так, да? Так. Спокойно. Я вас так люблю. Вы такая замечательная, удивительная, красивая, просто ненаглядная. Хорошо готовите. Выходите за меня замуж. Не верю. Ну вот. Ты такая чаровашка. У тебя такие красивые глаза. Ты просто прелесть. Я тебя просто вот фанатею. Вот что значит зрительный контакт. Если вы вышли и, отвернувшись от публики, прочитали по бумажке, вот восприятие будет ровно такое, как я вот сейчас признавался в любви. А, собственно, то, что я вам говорю, это, опять же, такая, потом я вам покажу еще, Камасутра для оратора. Он такая книжка интересная. Так вот, он как бы лектор, это он всегда в активной позиции, а публика это вот девушка, которую нужно соблазнять. Так это вот как раз тот случай. Одно дело, я вышел, повернулся к вам спиной и тупо прочитал тексты, и как вы это восприняли эмоционально, да? А другое дело, я, глядя вам в глаза, что-то рассказывал, и даже с вами общался. А некоторых даже пытался вот замуж позвать, да? Ну, правда, не мусульманин, ни второй жены не положено, понимаете, да? Незадача. Что еще касательно, как говорить? Не спешите. Вот это основная ошибка, особенно молодых докторов, когда выходят и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, спасибо за внимание. Да, все в одной интонации, с быстрой скоростью, и как бы побыстрее убежать от сцены с этого позора, да? Не, ну я вообще понимаю, конечно, как кандидатская диссертация, 20 минут позора, и вы кандидат наук, это ж известная фраза, да? Ну, а потом еще 20 минут позора, и вы уже доктор наук. Что касается громкости, меняйте темп, меняйте громкость речи, то говорите, то не говорите, то делайте паузу, и пауза это тоже текст доклада, вот запомните эту замечательную фразу, пауза это тоже текст доклада, никогда не отвечайте сами на заданный вопрос в зал, а вот скажите пожалуйста, а почему нельзя отвечать на заданный вопрос в зал? Вот, замечательно, а давайте, я сейчас сразу прокомментирую первую часть, а потом мы продолжим тренинг дальше, первое, что я сделал, очень важно уметь держать паузу, сколько бы вы ни молчали, я бы продолжал тоже молчать, кто-нибудь бы сломался, ну вот замечательно, или чуть раньше, или чуть позже, аудитория начинает испытывать чувство вины, и что-нибудь кто-нибудь скажет. Если даже вот эта пауза затягивается, и вы уже как-то не можете ее держать, потому что во время доклада в мозгах течет гораздо быстрее, вам кажется, что вы уже там 3 минуты молчите, а на самом деле прошло там 15 секунд. Допустим, вы молчите, так вот вопрос, почему нельзя? Ну что, никто не может сказать почему? Это следующий наводящий вопрос ко всему залу сначала, да? Потом вот девушка, ну вы же точно знаете почему? Ну, скажите. Вот, то есть, если уж совсем никто не хочет говорить, прям персонально обращайтесь к человеку и спрашивайте. Ну, вот тогда уж точно кто-то что-то скажет. Может, какую-то чушь, но уже дальше разовьете идею. Почему нельзя отвечать на вопрос? Как только вы первый раз ответили сами на свой вопрос, в следующий раз аудитория уже выключится и не будет думать над ответом. А если вы сами не ответили, а заставили аудиторию отвечать на вопрос, вот в следующий раз, когда вы зададите вопрос в зал, все, сейчас меня вот точно, сейчас меня спросят, вот как ответить, да? Ну и вовлекайте слушателей в диалог. Ну, собственно, что я и с вами стараюсь тоже делать. Опять же, цитата Штайнера. Если мы намеряемся, сами наши блистательные и гениальные соображения донести до людей в форме диалога, то люди просто разбегутся. Тоже интересная ситуация с точки зрения взаимодействия. Если вам рассказали про драку, ну вот, 90% людей забудет. Если вы увидели драку, да, то уже гораздо меньше. Если вы сами подрались, то вы точно запомните. Вот, наверное, девушка, которая отвечала на вопрос, запомнит, что она была на презентации, да? Ну и, собственно говоря, некое активное взаимодействие с аудиторией, это, в общем, вовлечение в процесс людей. Ну и, может быть, самое, что такое, я считаю, важное и то, что претерпело существенные изменения в информационный век, это философия презентации. О чем мы поговорим? Цель, вообще, какая цель вашей лекции? Вы всегда подумайте, а что вы хотите от аудитории, когда вы вышли ей о чем-нибудь рассказать. Соответствие материала, то есть вы подумайте, а поймет ли аудитория то, что вы и рассказываете. Эмоциональность, ну и доказательная медицина. Представьте себе, что, например, вы читаете лекцию на тему пневмония. Ну, вы как лектор, да? В чем должна заключаться цель вашей лекции? Я даже сразу ткну пальцем в пульмонолога. Александр Давидович, в чем цель лекции, допустим, пневмония? Чтобы после лекции тот, кто выслушал эту лекцию, смог поставить диагноз и назначить лечение. Супер, очень правильный ответ. Нет, не проинформировать, не рассказать, что такое пневмония, а чтобы последовало какое-то действие после этой лекции. То есть это, получается, не только информационная составляющая, но и мотивационная составляющая лекции. Вообще интересно, если я раньше пропускал лекцию профессора, допустим, когда я учился в институте, вот что мне надо было сделать? Или я должен был взять конспект, коряво записанный кем-то и, так сказать, пересказанный непонятно как, и пытаться это прочитать? Или я должен был пойти в библиотеку и заказать литературу, которую оттуда уже украли, или ее вообще туда не поступило? Или, хуже того, пойти в центральную медицинскую библиотеку и попытаться найти что-нибудь иностранное, чего там в принципе не было? То есть это была просто катастрофа. А, собственно говоря, если я сейчас пропустил лекцию, я набираю лекция пневмония, 270 ответов, то есть 270 источников, на которых есть лекция о пневмонии. Уж мне лень читать. Я открываю видео и вижу наши корифеи, Александр Григорьевич здесь, да, читают лекцию по пневмонии. То есть я ткнул пальчиком и тут же все нашел. То есть получается, что сама ценность информации, которая представлена в лекции, она уже не так эксклюзивна, она везде есть. То есть у нас информация на расстоянии любая клика от нас находится. И, соответственно, лекция должна на данный момент в информационном поле не столь информировать, она должна, конечно, информировать, сколь мотивировать. Даже если вы чего-то не договорили в лекции, но вас мотивировали человека, человек пойдет, нажмет кнопочку в интернете и найдет десятки, если не сотни источников, которые он может прочитать и применить потом на практике. То есть если вы просто вышли и прочитали много-много-много-много информации, эта информация, я вам смею заверить, через неделю вся, если не через полчаса, вымоется следующей лекцией, которая следует за этой. И она тоже, соответственно, будет много-много информации, которая тоже у человека к концу дня вообще ничего в голове не останется. Но если вы смотивировали человека чем-то, как-то его зацепили, то тогда человек пойдет, посмотрит, применит, назначит лечение, да, и человеку поможет. Соответственно, нужно понимать не что непосредственно на лекции слушатель должен сделать, а что он должен сделать с вашей информацией после того, как вы прочитаете лекцию. Вот тоже очень важный, интересный момент. Как-то есть такой анекдот, когда сыночек спрашивает, бабушка, а почему травка зеленая? Говорит, понимаешь, сыночек, ну просто на Солнце происходит термоядерная реакция, фотоны света попадают в энергетический цикл этот, который крепится или еще что-то. Говорит, бабушка, а ты с кем говоришь? То есть, если вы вышли аудитории, я все время чьи-то цитаты приводил, думаю, дай-ка я свою цитату приведу, может кто-нибудь будет когда-нибудь тоже на меня ссылаться, там лет через несколько. Хотя она тоже длинная получилась, да? Но все-таки. На самом деле я видел массу умнейших лекторов, которые выходят и вот он на сцене, вот он умный, вот он рассказывает суперумные вещи. но я начинаю понимать, что я полный идиот. И как вы думаете, я если пойму, что это чрезвычайно сложный материал, до которого я, ну извините, не догоняю, я потом как-то буду его применять? То есть, надо рассказывать так, чтобы аудитория, может быть, немножко выше аудитории быть, но чтобы она вас понимала и принимала ваши идеи и мысли. Ну, вот видите, Корифей, Поль, Сапер, вот то, что я долго-долго вот длинной фразой написал, всего одной фразой, да? Что оратор, думающий, что он один знает правду, опасен. Вот тоже, если вы захотите людям показать, что вы гораздо умнее их, когда будете делать презентацию, вспомните, что вы могли быть опасны для этой аудитории. Опять Радислав Гандапас, публичное выступление, это скорее, вот он любит эту Камасутру для оратора, это скорее соблазнение, чем убеждение. И вот это тоже очень мне нравится фраза, что людей нельзя заставить делать то, что они не хотят, но можно в итоге убедить, захотеть их делать то, что хотите вы. И тогда вы будете на одной стороне, как бы по одну сторону баррикад с ними. Что касается эмоциональности медицинской презентации. Вот такое замечательное выражение. Хотите смотреть, вернее слушать, как читать лекции, послушайте проповедников. На самом деле, вот это как раз те выступления, которые дают очень серьезную эмоциональную составляющую, которые вовлекают людей в процесс, которые объясняют людям простым, ясным, понятным языком, что и как нужно делать. Хотя, может быть, достаточно сложные вещи. И, может быть, подавляющее большинство тех, которые ходят на эти пробоведи, Библию даже не читают. Но они принимают те идеи, которые им люди говорят, с трибуны. А если вы будете исключительно логическими умозаключениями оперировать, то публика слушать вас будет приблизительно вот так. Рудольф, опять Штайнер. На самом деле, если вы пытаетесь аудиторию как бы переломить, то это только будет раздражать. Все сводится к тому, что мы должны оказаться на одной некой эмоциональной волне с вами, и тогда вы начнете как-то воспринимать мои мысли. Если я буду вас давить, если я буду как-то вас принижать ваши умственные способности или показывать, насколько я умен, а вы нет, ну не воспримите вы эту информацию. Я занимаюсь сомнологией вот уже 20 лет. Я вам скажу, это сродни вот этим проповедникам. Когда мы 20 лет начали назад рассказывать, что такое апноэ сна в медицинской аудитории, на меня смотрели как на человека, который вообще рассказывает что-то там совершенно неразумное. Я взял цитату Рудольфа Штайнера, который вот в 1921 году занимался внедрением, ну как ему казалось, движения за трехчленность, и соответственно, у него целое движение было, он привлекал туда людей, ну как бы на свою полянку и так далее. Но я, вот посмотрели, прочитали все это, да, ну правда ничего не поняли, но я хочу сказать, что если я заменю буквально несколько фраз, то будет вот так. Причем смысл от этого абсолютно не поменялся. Вот если я хочу кого-то убедить в том, что нужно заниматься сомнологией, это тоже чрезвычайно сложный процесс. Если врач 20 лет работал, вот здесь кардиологи у нас есть? Есть кардиологи? Ладно, кардиологи, терапевты есть? Все молчат, все боятся. Вот уже есть. Один. Редкий такой, самый редкий специалист, да? Ладно, врачи есть? Она замечательная, да? И вы, наверное, даже пациентов иногда смотрели, да? Так вот, есть такое мнемоническое правило, что если вы проконсультировали 30 пациентов и ни разу не поставили диагноз синдрома обструктивного апноэ сна, вы допустили диагностическую ошибку с вероятностью 95%. Собственно говоря, потому что в терапевтической практике 15% всех пациентов, которые к вам придет, будут иметь клинически значимые расстройства дыхания в оси. Но у нас-то медицина дня, да? Я когда, помню, учился в институте, у нас было 400 часов на внутренние болезни, у нас было 500 часов на общественные дисциплины, то есть я должен был таким философом выйти из института, и у нас было 0 часов на сомнологию. А скажите, пожалуйста, вот кто-нибудь из вас в институте кто-нибудь курс по сомнологии прослушал? Интерн мне сейчас сказал, сейчас у меня подет интерн, читает кто-то. Боже мой! Первый раз слышу, да? Ну вот, видите, первая ласточка. А так нет. А представьте себе кардиолога, который отработал 20 лет кардиологом и ни разу не поставил этого диагноза. А я прихожу к нему и просто рассказываю, что этот диагноз есть. Он или должен понять, что он у третьих своих пациентов ошибался в диагнозе, эти 20 лет, и что у нас 80% рефрактерной гипертонии обусловлено апноэ сна. У нас уже в течение 10 лет американские стандарты говорят о том, что среди всех вторичных артериальных гипертензий наиболее частая причина – это апноэ сна. Мы изучали почечные, эндокринные и так далее, и так далее. Но читаю я лекцию в огромном кардиологическом центре, даже не буду говорить каком, ну, не Чазовском, сидит порядка 80 кардиологов. Я полноценную часовую лекцию читаю про апноэ сна, а потом через полгода интересуюсь, а что, кто-то поставил диагноз? Нет. То есть вот аназогнозическая реакция людей, это у них уже религия. И если я хочу в чем-то кого-то убедить, вот я должен именно на этом уровне и действовать. Просто прийти и логически рассказать ничего не получится. И, собственно, если врач проработал 30 лет с определенным впечатлением о болезни, это уже его религия. Никакая доказательная медицина действовать не будет. Опять же, Веллер, да? Когда ты споришь с человеком, особенно с таким человеком, уверенным в своих силах, вернее, уверенным в том, что он прав, какие бы ты доказательства не приводил, если ты не эмоционально с ним не найдешь эмоциональный контакт, на уровне логики ты ничего не докажешь. Ну, надеюсь, я не обижу ничьих религионных чувств, я вполне уважаю их. Но скажите, пожалуйста, вот с точки зрения определения доказательной медицины, какова у нас доказательность наличия Бога? Это совершенно нормальный вопрос с точки зрения оценки уровня доказательности. Кто скажет? Точно. Эксперт какой-то говорит, что Бог есть, и вы ему верите. Правильно? Это экспертное мнение. Это самый низкий уровень доказательности. Но от этого меньше верующих не становится. То есть вот что значит эмоционально человека убеждать. И есть такое замечательное выражение. Опять же, я вспоминаю нашу любимую сомнологию, как нам приходится переубеждать врачей в чем-то, что чтобы изгнать из медицины ложную идею из медицины, нужно 50 лет, а чтобы утвердить все 100. А так как синдром обструктивного апноэсна был описан в 60-е годы прошлого века, то нам осталось еще лет 50 подождать, и уже все решат, что да, сомнология есть, и апноэсна есть. Но я так просто ремарки по поводу своей специальности говорю. Домашнее задание. Почитайте эти книги. Очень много полезного можно в них почерпнуть. Я в алфавитном порядке привел. Ну, что касается, может быть, некой техники, это вот у ребрика описано. Вот как встать, как посмотреть, как вот это правило четверок-шестерок. Что касается Гандапаса, это уже некая философия презентации. Хотя там тоже техники какие-то описаны. Ну, и еще две книжечки, которые мне тоже нравятся. Это Польса Первый, Штайнер, да, «Основы искусства речи» и «Мастер-класс ораторского искусства». Очень неплохо, если у вас такая возможность есть, проводятся эти тренинги по ораторскому искусству. Пойдите, поучаствуйте. Причем там вовлекают самих людей. Вы делаете домашние задания, вы выступаете, вы тренируетесь. Ну, и выступайте, выступайте, выступайте. Говорят, страх публичных выступлений это один из самых серьезных страхов. Выше, чем страх высоты, клаустрофобической реакции и еще чего-то такого. Но, смею вас уверить, если вы будете пытаться, у вас все получится. Ну, а, надеюсь, если у вас все получится, публика воспринимать вас будет вот так. Спасибо. Для начала, позволь себе несколько прокомментировать предыдущую лекцию. Я слышала ее отдельные фрагменты и ранее. И когда в первый раз я их услышала, у меня создалось впечатление, что это материал не для всех. Есть люди, доктора, которые любят выступать публично, которые умеют убеждать, у которых, что называется, подвешен язык. И, конечно, у них получается выступать легко и просто. А есть и другие, которые в стрессовой ситуации особенно не способны связать двух слов, которые не любят публику. Ну, наверное, среди присутствующих есть такие, да? И как им быть, как они могут это все использовать. Я вам советую найти в интернете и почитать статью. Она называется «8 советов интроверту, решившему стать мастером публичных выступлений». Не буду раскрывать рекомендации. Надеюсь, вы найдете, используете эти советы, и они пойдут вам на пользу. Так, ну, теперь перехожу к своему сообщению. Оно посвящено присутствию и репутации врача в интернет, которые каждому из вас желательно себе организовать, если вы еще этого не сделали. Как вы думаете, на что направлена деятельность медицинского маркетолога, человека, который продвигает там врачей, центры, клиники и так далее? Есть у вас какие-нибудь версии? Рекламу, да, вы совершенно правы. А в конечном итоге эта цель у нас у всех одинакова, она предсказуема. Да, это получение прибыли. И какую роль вот в этом всем, в этой гонке за успехом готовят врачам? Фактически их побуждает работать в том же самом направлении. Их побуждают продавать. Вот картинка с грустными врачами. Наверное, среди вас есть, надеюсь, немало людей, которые работают в частных структурах. И наверняка вам приходилось либо получать соответствующие указания от руководства, либо участвовать в тренингах вот наподобие такого, продающий доктор, где учат обрабатывать, так сказать, пациентов. А докторам это не очень-то нравится. Что нужно, чтобы стать успешным врачом? Ну вот Роман Вячеславович уже говорил, надо не пациентов обрабатывать, а в первую очередь работать над собой. Над тем, как вы выглядите, какова ваша квалификация, как вы беседуете с пациентом, какая у вас коммуникация с ним, как он вас воспринимает, что думают о вас коллеги. То есть нужно прокачивать себя, как героя в компьютерной игре, если кто увлекается. И только в этом случае вы сможете действительно рассчитывать на то, чтобы стать успешным. Ну вот есть такая досадная неприятность. Вы можете стать исключительным специалистом, самым классным доктором, но если никто вас не узнает, то все это будет напрасно. Вы по-прежнему останетесь гениальным, но вот в какой-нибудь поликлинике работая и в общем-то не рассчитывая ни на какой успех и признание. Так что тут есть важное дополнение. Нужно не только прокачать себя как специалист изрядно, нужно еще какие-то действия предпринять, чтобы о вас узнали, о том, какой вы хороший врач. И вот этому моменту многие врачи существенно сопротивляются. То ли у нас так вот просто принято, то ли доктора такие скромные, но в общем-то считается, что неприлично, непорядочно ай-яй-яй себя врачу рекламировать. Когда мы размещали новости о семинаре в различных сообществах докторов, к нам поступали неоднозначные, даже негативные мнения, в частности, подобного рода. Так, ну что тут можно сказать? Я считаю, что надо врачей рекламировать, надо им себя продвигать, надо содействовать их известности. И не потому, что у меня специальность такая, а потому, что это, во-первых, полезно для вас. Не надо объяснять, почему. Во-вторых, это полезно для пациентов. Вот вы доктора, у вас знакомство среди ваших коллег различных специальностей, и вы не пропадете, если что-то случится, если какие-то проблемы у вас со здоровьем или у вашей семьи. А представьте себя на месте немедика. Не знаешь, куда отвезти заболевшего ребенка, не знаешь, кому доверить тяжелобольного родственника. Ты самому просто там нужен стоматолог, какая-то заурядная ситуация, и не знаешь, куда пойти, чтобы лучше всего они больно, хорошо полечили. Так что пациентам успешные врачи нужны. Это избавляет их от головной боли по поиску специалиста, это дает им надежду, они уже с доверием, с готовностью идут к этому доктору, получают помощь на высшем уровне. Так что пациенты за. И резюмирую, что хорошим врачам можно и нужно себя рекламировать. Я говорю рекламировать, но это в кавычках просто содействовать своему успеху, своей известности. Это уже от себя, тина про педиатров. У меня особенно нежные чувства этой специальности. Я считаю, что нет докторов, которые такие же внимательные, такие же заботливые, такие же аккуратные к своим пациентам. И я встречала много педиатров, которые просто замечательные. И таким хочется сказать, ну продвигай себя, ну пожалуйста, ну делай хоть что-нибудь. Потому что всем пациентам желаешь, чтобы познакомиться с таким врачом. Ему желаешь всяческих благ. А он там в каком-нибудь кабинете, ютится между пеленальным столиком и стеночкой, и даже вообще не понимает, какое он сокровище. А скажите, пожалуйста, педиатры регистрировались? Я дошел кто-нибудь из педиатров? О, замечательно. Вот, рекламируйте себя, пожалуйста. Самый быстрый, самый удобный, самый-самый способ приобрести известность, делать себе имя, создать репутацию, это воспользоваться современными технологиями, действовать через интернет. Интернет – это часть нашей цивилизации. Нравится нам это или нет. Все мы используем гаджеты. Вот вы сейчас как минимум треть фотографирует что-то, там выходят, звонят по телефону, что-то читают. И это нормально, и этим надо пользоваться. И чем дальше, тем хуже. Например, когда я в последний раз была на рок-концерте, я весьма удивилась. Ну, как вы, наверное, знаете, во время медленных песен принято поднимать руку вверх, зажженной зажигалкой, и раскачивать ей в такт мелодии. И вот предпоследний раз, лет шесть назад, именно так и было. Вот примерно такая была картинка. А в последний раз это были уже не зажигалки, это были смартфоны со светящимися экранами. Так что это закономерность, это тенденция. Так что надо понимать, в каком времени вы живете, и действовать в соответствии с этим. Люди любят интернет. Люди ищут информацию обо всем в интернете. И о медицине, о здоровье тоже. Ну, наверное, многие из вас считают, что это как-то, ну, если человек нормальный, если он что-то там понимает в жизни, то он про медицину, про здоровье в интернет смотреть не будет. Но это вообще, если вы так думаете, то вы судите по себе. Мы с вами, конечно, никогда не пойдем в свободный Яндекс.Поиск за какой-нибудь достоверной информацией, но не медики, они иных путей не знают, они поэтому так и действуют. Притом очень активно. Здоровье – это значит сразу в интернет. Вот такая картинка. Это небольшая статистика из сервиса Яндекс.Вордстат, количество запросов в Яндекс за месяц. Это только Яндекс, не другие поисковые системы. Две с половиной тысячи человек хотят лечиться молитвами. Почти десять считают, что можно лечить рак содой. Ну, там многие интересуются жизнью глистов, там совершенно дикими запросами. Это нормально. Это просто люди не имеют медицинского образования, конечно, у них какие-то свои ему заключения. А наиболее благоразумная часть, она идет в интернет для того, чтобы найти врачей. Ну, вот тоже некоторые выдержки. Притом пациенты, они не дурачки, они не так простые, как нам иногда кажется, может быть, с высоты образования. И пусть они не знают о болезнях, о здоровье столько, сколько знаете вы, но они точно знают, что им нужно. Смотрите, они ищут хороших, они ищут лучших. То есть не просто так сюда пришли, в интернет, а найти то, что им нужно. Притом оцените приоритеты. Они весьма однозначны. Люди запрашивают в интернет хороших, лучших, опытных врачей гораздо чаще, чем недорогих, дешевых и бесплатных. То есть это показывает то, что люди ищут качество. Притом они настолько сейчас тяготеют к интернету, что даже не хотят выходить за его пределы. Например, вот смотрите, хотят записаться к какому-то врачу тоже через интернет. Давайте посчитаем, сколько человек ищут в интернет вас. Это число интернет-пользователей в разных странах. В России на четвертом месте. Количество пользователей интернет составляет, страшно подумать, сколько. И есть такая статистика, она говорит, что 60-80% потенциальных пациентов ищут врача с помощью интернета. Потенциальные пациенты, это мы рассматриваем, это человек, который хочет сменить своего нехорошего какого-то доктора, который впервые столкнулся с новой проблемой, например, зуб заболел раз в сто лет. И ну что, тот, кто просто нуждается во враче. И если вас нет в интернет, если вы там не представлены, то вы не существуете для 60-80%, которые ищут врача вашей специальности. Это, в общем-то, такая вот большая цифра. Вот если говорить о центре медицины сна, две трети пациентов приходят через интернет, Роман Вячеславович подтвердит. То есть, если бы не было этих двух третий, наверное, ситуация была бы несколько хуже. И вы тоже должны об этом помнить, что интернет – это богатый источник для пациента, это источник знакомства с рынком медицинских услуг, для вас это инструмент продвижения. И вот такой вот вопрос пока что не для обсуждения, для собственных размышлений. Допустим, вы появились в интернет, вы готовы принимать пациентов, но они, конечно, все к вам не побегут, если вы там только возникнете. Если даже человек вас встречает там и думает, а не пойти ли мне к этому доктору, он начинает сомневаться. Это всем людям присуще. А стоит ли? И такая типичнейшая модель поведения пациентов, они начинают искать негатив о докторах, чтобы как-то утвердиться, что действительно стоит, что он там никого не убил, никому не навредил, не судим и так далее. Вот вам статистика снова из Яндекс.Вордстата. Владислав Семенович Григорянц – это пластический хирург, возможно, кто-то знает, он специализируется на ринопластике. И у него, можно сказать, безупречная интернет-репутация. И даже несмотря на это, больше, чем 100 человек в месяц подозревают его там во всех смертных грехах, хотят найти что-то про него плохое. Таким образом, если вы решили добиваться успеха в интернет, вам нужно три вещи. Во-первых, появиться там. Как только пациент спрашивает, есть ли там какой-то доктор, тут же ему должны попасться ваши контакты, время приема, просто вот звони, записывайся, приходи. Следующее – нужно показать, что вы лучшие, потому что не вы одни в интернете. Нам как-то выделиться. И третье – это будьте готовы к тому, что вас будут заочно критиковать, подозревать. Так что выглядите там хорошо. Первый интернет-представительство врача. Важнейший, на мой взгляд, это персональный сайт. Сейчас такое требование времени, чтобы был сайт. Если у вас есть что предложить, что показать, рассказать, вы обязательно должны иметь персональный сайт. Он вот есть у каждой собаки, при том, воспринимайте это буквально. Вот сайт знаменитого недовольного кота. Наверное, кто-то видел в интернете вот эти вот картинки, всяческие мемы с его участием. Ну, конечно, он не сам его ведет, но он есть. Кстати говоря, это кошка, я недавно узнала. И чем вы хуже этой кошки? Поднимите, пожалуйста, руки. У кого есть персональный сайт? Пока что не густо, пять человек. А, носы скромненькие еще остались. Ну, в общем-то, немного. Надо, он вам нужен. Хотя многие доктора, даже которые стремятся к успеху, к известности, они вот как на этой картинке. Они, в отличие от своих, получается, более продвинутых пациентов, не понимают, зачем им вообще это нужно. А на самом деле нужно. Потому что сайт, он по умолчанию содержит самую полную информацию о докторе. То есть, человек для экономии времени просто может туда пойти, взять то, что ему необходимо, найти все, что требуется. И это в некоторой степени удовлетворяет любопытство. Ну, банально надо узнать, как выглядит врач, чтобы не перепутать, о чем он пишет, чем интересуется. И, в общем-то, сайт – это лицо врача в интернет. Надо это лицо создать. Как говорил Роман Вячеславович, у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. И персональный сайт – это как раз та ситуация, когда лучше не иметь, чем иметь, но сделать плохо. И вот, к сожалению, доктора традиционно не умеют делать сайты. Это всеобщее, это распространенное, это известно. Я, возможно, вас обидела кого-то вот такими словами, что не умеют, вроде как у вас другая специальность, вы вообще другим занимаетесь, и вы не обязаны знать, как это делается. Но на самом деле, чтобы сделать хороший сайт, врача требуется не так много. С этим может каждый справиться. Три пункта. Сначала повозьте в интернет, посмотрите, как выглядят примеры других сайтов врачей, сделайте выводы, у вас сложится определенное представление о своем сайте, что нужно, что нет. Дальше сядьте, нарисуйте на бумажке, как выглядит главная страница. Просто там без трехмерной графики, конечно же, концепт. И дальше просто не делайте сами, не тратьте на это время, просто обратитесь к специалистам, и они выплатят все, что вы задумали. К сожалению, часто пропускают первые два пункта, идут к специалистам, говорят, сделайте мне сайт врача, и как-то получается не очень желаемый результат. Есть несколько рекомендаций, они будут полезны как тем, у кого есть сайты, так и тем, кто еще не приступал к изготовлению. Рекомендация первая. Думайте о тех, кто ваш сайт будет смотреть. Конечно, есть искушение публиковать какие-то материалы про свое хобби, свои жизни, какие-нибудь философские мысли и так далее, но это в основном ваша визитка, так что публикуйте ту информацию, которая будет полезна для пациентов, для коллег, может, для журналистов, если вы как-то со СМИ взаимодействуете. Ничего лишнего. И есть несколько обязательных пунктов, если они будут на вашем сайте, то это уже будет неплохой, информативный, очень полезный сайт. Это информация о вас, обязательно фотография, обязательно о вашей квалификации, перечне стоимости услуг, выставка работы, это если вы работаете там, допустим, стоматологи-ортодонты или в эстетической медицине, обязательно контакты все и везде, человек с любой страницей, если он заинтересуется вами и захочет с вами связаться, он с любой страницей должен иметь возможность это сделать. То есть не просто там в отдельной вкладочке контакта, но и вверху любой страницы, в подвале любой страницы, везде, чтобы просто дать возможность человеку связаться с вами в любой момент. Вопрос-ответ. Отвечайте на вопросы пациентов, выделите для этого самостоятельный раздел. Это показывает, что вы неравнодушны, что вы реагируете, что вы готовы помочь, возможно, какие-то свои проблемы пациенты найдут в этих вопросах-ответах. Это, конечно, побуждает к тому, что взаимодействует с вами, вызывает доверие и отзывы. Подорог мы с вами еще поговорим подробнее позже. Но интернет открытый источник, наглядность очень важна. Мы с вами рассмотрим парочку примеров сайтов и в данном случае покритикуем. Я скрыла фотографию и имя доктора, просто как-то немножко неэтично. Ну, какие вы видите недостатки? Как вы считаете? Не нужно рекламовать ни о чем. Спасибо. Ну да, ну, да. Смотрим мы с самого верха странички, видим персональный сайт доктора, а ниже написано про медицинский центр. Непонятно, персональный сайт или медицинский центр. Не очень понятна логика в разделах в левом столбике. Какие-то версии сайта в правом столбике, что это вообще такое никто не знает. Если мы пролистаем вниз рекламные видеоролики, ни один человек не станет смотреть рекламный видеоролик, если он подписан рекламный видеоролик. Как-то там анатомия и заболевания в правой колоночке перемешаны и занимательная информация. Она, конечно, может и занимательная, но людям нужно что? Что бы говорили о них? Так что, может быть, в теории это интересно, но для пациентов, для коллег, для кого-то еще, кто будет смотреть сайт, это бесполезно. И другой пример. Тут уже нет никакой нужды скрывать лицо и имя, потому что сайт очень хороший. Фотография, имя, регалии, возможность записаться на прием, задать вопрос, часы приема, где принимает, телефоны, все, что необходимо, буквально сразу же, как только открывается страничка. Если пролистаем вниз, тут информацию пациенты, которые какие-то могут почитать о своих проблемах, отзывы, видеозаписи, ну и такая, немножечко, личная часть в нижней части страницы, в Инстаграм, доктор, ну тут, конечно, как, красавица и женой не похвастаться, детишек не показать, и это такой милый завершающий штрих ко всему вот этому, ко всей информативной верхней части, в общем-то, вызывает доверие. Наверное, все-таки многие пациенты к этому человеку обращаются. Если создавать такой сайт, как вы видели до этого, то, конечно же, это не дешево и не быстро делается, поэтому вторая рекомендация, будьте проще. Простота, она всегда ценится, поэтому если вы сделаете очень простой сайт с обязательными какими-то пунктами, понятной, то к вам будут также обращаться, к вам будет возникать того же доверия, как и для владельца того сайта, который мы видели раньше. Ну вот пример. Очень простой. Возможно, несовершенный, но чрезвычайно привлекательный. Фотография врача, информация о враче, возможность задать вопрос, записаться на прием, тут же телефоны. Все, в общем-то, очень мило. Чтобы сделать такой сайт, надо не больше одного дня. И вы можете такое сделать и уже присутствовать в интернет и привлекать пациентов. Нравится тем, кто будет смотреть этот сайт. Третья рекомендация. Следите за грамотностью. У сайтов владельцев бывает такая эйфория, особенно в первое время. Они считают сайт своей водчиной, что они там могут, что хотят делать. Если муза их посетит, что-то там выложить сразу. Следите за тем, что вы публикуете. И очень важно, не будьте безграмотными. Потому что такая ассоциация стойкая. Если человек безграмотный, то может он и специалист безграмотный. Вот, в частности, нашла такой сайт. Это кусочек главной страницы внизу, где автор нам обещает, что он будет пополнять свой сайт, что он будет вести его. И лучше бы он этого не делал, прямо скажем, потому что вот даже в этих строчке с небольшим 4 ошибки, кажется. Соответственно, никому в соцсетях не нравится. Комментарии в ноль, посетитель один, и это была я. Теперь о том, кто реализует ваши задумки. Вот я привела несколько ссылочек. Это биржи фриланса. Вы можете зарегистрироваться в любой из них, опубликовать свое объявление. Притом, очень простая формулировка, не думайте над ней. Просто напишите, нужен персональный сайт врача под ключ, прикладывайте примеры, пишите цены. И вот несколько человек откликнутся, вы спокойно все посмотрите, с кем-то, может быть, попереговаривайтесь и выберите себе кандидата, который сделает вам все хорошо и красиво. И последней ссылкой я позволила себе привести адрес своего сайта. Я тоже занимаюсь подготовлением медицинских сайтов. обращайтесь, делаем красиво. Не умеешь, не берись. Отличное выражение. Но я не соглашусь, что в случае, когда вам надо персональный сайт, вам нужно как-то ориентироваться на это правило. Пусть вы не умеете, но беритесь обязательно. Делайте, ошибайтесь, исправляйте, и в конце концов у вас все получится хорошо. Следующее. Вы знаете, что такое интернет-справочники врачей, специалистов? Хочется сказать, что они созданы для того, чтобы врачи себя рекламировали, но на самом деле созданы для удобства пациентов, чтобы они могли найти вас в любом районе, любой специализации, с любым стажем и так далее. Это очень-очень полезный инструмент для того, чтобы тоже себя развивать, потому что одного сайта это мало. Допустим, вы сделали свой сайт, но он у вас новенький, слабенький, непродвинутый, и где-то там на 110-м месте выдачи Яндекса, и, конечно, туда ни один нормальный человек не дойдет, но если дойдут, то только ненормальные, они нам не особо-то и нужны. Или если вы какой-нибудь терапевт Иванов, и 20 терапевтов Ивановых в вашем городе, и все они составляют вам конкуренцию. Так что сайт, он, в общем-то, не должен быть единственным, что у вас есть в интернет, вам нужны еще точки присутствия, и эти каталоги, они для вас определенная палочка-выручалочка. Вот список каталогов обязательно, хотя бы в одном сегодня зарегистрируйтесь, а, кстати говоря, кто уже зарегистрирован в каком-то таком каталоге? Один, два, ну тоже крайне мало, а между тем это очень удобно, потому что эти ресурсы раскрученные, они всегда на первых местах выдачи. Так что это ваш шанс для того, чтобы встретиться пациенту, чтобы попасться ему на глаза много раз и запомниться, если он будет искать такого же доктора, как вы. Вот такой пример, сервис Док-Док, очень хороший во всех отношениях, ну, разве что, мне кажется, что надпись в правом верхнем углу, она звучит несколько, как угроза, звоните, или мы перезвоним вам. Вот, но в целом очень здоровский, один из самых раскрученных. Да. Вот. И даже, наверное, с него лучше всего начать, тут больше всего о врачах, стаж, стоимость приема, навыки, тут можно рейтинг как-то повышать, отзывы тоже публиковать, и даже отражается популярность доктора, сколько человек к нему записал за единицу времени. А скажите мне, пожалуйста, какое упущение у доктора, который вот перед вашими глазами, который зарегистрировался и первый выдался. Да, вы совершенно правы, никогда не скрывайте свое лицо, потому что там как Зорра, это, конечно, герой в маске и все такое, но если вы врач, если вам нужно, чтобы вас узнавали, то обязательно всегда четкие фотографии, самые милые, которые у вас есть, и открытое лицо. Ну, вот у других доктора та же самая картина. Социальные сети. Ну, не имеет смысла спрашивать, кто есть в социальных сетях, все есть в социальных сетях. Как вы знаете, социальные сети это не просто какие-то аккаунты, но и люди создают группы, странички, раскручивают их, пишут специальные посты какие-то, привлекают туда людей, то есть это такой мини-сайт получается по трудозатратам, по временезатратам и вот по эффективности. Это может быть полезно для имиджа, иногда для привлечения пациентов и просто вот для того, чтобы где-то быть в интернет. Но, как вы думаете, стоит ли заводить такие группы сейчас вот вам, тем, кто еще ничего не делал, допустим, в интернет? Ну, наверное, если спросила, то тут есть какой-то подвох и не стоит. не стоит заводить, по крайней мере, в первые полгода, пока вы себе не создаете несколько других представительств, не стоит этим заниматься, это просто забирает много времени и пока что, если вы еще ничего не делали в своей интернет-репутации, не надо, отложите. Единственное, что вам нужно сделать, это причесать свои собственные аккаунты, которые у вас есть. Ну, тут много молодых людей, так что, я думаю, какие-нибудь дичайшие аватары, какие-нибудь провокационные записи на стенах, какие-нибудь фотографии из гулянок, они, наверное, есть, да? Нет? Очень цивильная аудитория. Но, спасибо. Вот. Если вас будут искать пациенты, коллеги и другие критически настроенные личности, они вашу страничку найдут, с интересом изучат, выводы сделают. Так что, если она ужасна с точки зрения вот такой вот элементарных приличий, то лучше как-то уберите все, что там вот может броситься в глаза и повлиять на вашу репутацию не очень хорошо. Ну, можете добавлять друзья своих пациентов, можете в меру терпения отвечать их на вопросы, хотя, конечно, это такой палка о двух концах, вас могут начать засыпать просто этими вопросами. И такой момент. Иногда страничка, особенно очень молодых докторов, ординаторов, иногда страничка такая, что ее проще удалить, чем исправить. Если у кого-нибудь такая есть, вы, что называется, не парьтесь, просто смените имя, смените фотографию, чтобы вас не узнавали, и просто продолжайте жить и наслаждаться своими социальными сетями. Это пример страницы будущего доктора, это не очень такая хорошая страничка, потому что экстравагантная фотография и признание, что доктор тупит чаще, чем дышит. Это, конечно, нежелательно такое, чтобы было. Отзывы. Это моя самая любимая и нелюбимая часть из интернет инструментов продвижения врачей. Отзывы – это то, что пишут о вас в интернет пациенты, ну, в общем-то, чаще всего пациенты, потому что они с вами в основном дело имеют. И люди очень активно интересуются отзывами. Конечно, кто-то говорит, что их никто не читает, что им никто не верит, но на самом деле читают и верят. И вот ясное дело, что многие отзывы сейчас в интернете не настоящие, но я недавно себя поймала тоже на этом гнусном занятии, что я читаю и что я верю. Это как-то общее. Вот последний месяц 44 миллиона человек в Яндекс ввели запросы, содержащие слово отзывы. И о врачах тоже интересуются очень активно. Это слайд, статистика крупнейшего отзывика ел.ру. Как вы видите, медицину читают 14% посетителей. Это самое массовое направление, которое люди изучают. Да. Парочка фактов от западных маркетологов. Треть людей, если они ищут врача через интернет, пойдут предпочтительнее к тому, у кого отзывы есть. И две трети людей не пойдут к тому, о ком есть негативные отзывы. А негативные отзывы получить очень просто. И бойтесь этого, пожалуйста. Потому что вот такие несколько неприятных факторов. Во-первых, люди жалуются чаще, чем хвалят. Если мы получили что-то хорошее, это само собой разумеется. Если что-то плохое, мы расскажем об этом всем, кто согласится слушать. Чтобы написать отзыв, надо пять минут и фантазию, и больше ничего. Люди склонны преувеличивать степень ущерба, но это как Иван Васильевич меняет профессию шпака, помните, да? Вот. Специфика пациентов. Наверное, кто-то из вас на себе уже это понял, что они даже не понимают ситуацию, и что случилось, но все равно жалуются. Это вот как-то в крови в них. Пятое. Тролли. Существуют тролли, которым нужно развязать конфликт, которым нужно вывести человека из равновесия, и они могут встретиться, к сожалению, вам на пути. И, наконец, шестое. Отзывы, попавшие в интернет, остаются там навечно. Очень сложно что-то поделать с материалами, которые на чужом сайте, не на вашем опубликованы. Потому что у администраторов может быть какой-то коммерческий интерес, они просят много денег, чтобы удалить эти ваши отзывы негативные, или они принципиальные, их не волнует, что вас, например, просто оговорили. И вот в этой связи я вам предлагаю розыгрыш. Есть такая интернет-библиотека пиратская или брусек. Занимается владелец тем, что ворует книжки, публикует их у себя, там продает или для скачивания, в общем, использует. И частая очень ситуация. Обращается правообладатель, говорит, удалите, пожалуйста, книжку, это нарушение авторских прав. Владельц отвечает, понимаете, у меня сервер в Эквадоре, у меня по эквадорскому законодательству действует сайт, так что я ничего не удалю, там по-другому к авторским правам относятся. Вот. Правообладатель говорит, ну как удалить официально? он говорит, ну пишите там прошение в какую-то инстанцию, чуть ли там, на испанском языке, да, пишите, ждите пока рассмотрят, а может и не рассмотрят, вообще смиритесь. И, насколько я знаю, еще ни одному автору не удалось добиться справедливости, чтобы книжки удалили и перестали использовать незаконно. так вот. Если кто-то из вас найдет способ, как все-таки можно удалить эти книги, я вам обещаю красивый и замечательный персональный сайт. Я не знаю, как это сделать. Может быть, у вас хватит фантазии, интеллекта, силы убеждения для того, чтобы этого добиться. Просто любую книгу можно удалить, любой автор будет вам за это признателен. Отзывы плохие, они иногда до такой степени массовой, что врачи об отдельном, что они формируют репутацию целого учреждения. Например, вот несколько отзывов об одной и той же персоне, акушер-гинеколог, женщина, это клиника в регионе, и настолько все знают из интернета, что она нехорошая, что уже вся эта клиника, ее деятельность ассоциируется с какими-то низкокачественными медицинскими услугами, с хамским поведением сотрудников и так далее. Я надеюсь, такого ни у кого из вас не будет, но это просто, чтобы вы поняли серьезность ситуации. И какие рекомендации можно сделать? Первое, работайте так, чтобы на вас не было отрицательных отзывов, но тут, конечно, легче сказать, чем сделать, и нам и повод не нужен, чтобы пожаловаться, и собирайте отзывы у ваших пациентов. Сейчас в коммерческих структурах занимаются этим преимущественно, это может быть книжка отзывов и предложений, не жалоб, наверное, ее лучше называть, в вашем кабинете или на выходе, пусть администратор просит пациентов оставлять, или если у вас установился хороший контакт с пациентом, и он там из молодых продвинутых, то можно дать ему адрес каталога, где вы зарегистрированы, и попросить. Напишите, пожалуйста, обо мне отзыв. Кто-нибудь просит отзывы оставлять о себе, нет? Два человека очень правильно делают, потому что отзывы это классно, это ценится, но нам как бы не очень нравится читать официальную информацию, нам нравится слушать, кто о ком что говорит, там какие сплетни бывают, и поэтому это замечательный инструмент продвижения, поэтому не ленитесь, это, конечно, диковато, но научитесь собирать отзывы у ваших пациентов и используйте их, какие-то публикуйте на своем сайте, какие-то отправляйте, на другие сайты, и так вот вы сформируете пул благоприятных отзывов, которые будут делать вашу репутацию. И что делать, если у вас появился плохой отзыв? Первое, не спорьте, не ругайтесь, хотя это и первый порыв, который возникает в таких ситуациях. Не надо сыпать хорошие отзывы после плохого, это известная практика, и пациенты все уже знают, что если несколько хороших после плохого, значит врач сам это и понаписал, и доверие соответственно еще больше падает, попросите автора пересказать все, как было, когда человек успокоился уже, немножко подумал, и когда он отвечает на конкретные вопросы, картина зачастую получается совсем другой, и доктор получается не виноват. Если позволяет ситуация, спокойно объясните, что произошло, и призовите пациента обратиться в службу контроля качества клиники, оставьте контакты, это покажет вашу открытую позицию, может вас в чем-то и обвиняют, но вы считаете, что вы не виноваты, и вы призываете человека официально обратиться, чтобы при помощи руководства разобраться в ситуации. И плохие отзывы, они бывают, ну, наверное, у всех, практически у всех. Поэтому, если такое случилось с вами, не расстраивайтесь, продолжайте действовать в том же направлении, делайте выводы, которые помогут улучшить качество вашей работы, и просто забудьте об этом инциденте. Так, ну, тут я не буду долго рассказывать, тут вы все знаете лучше меня, как ценно растить свой индекс Хирша, как ценно иметь серьезные публикации, это для ваших коллег, это повод для того, чтобы оценить ваши умственные способности, проникнуться уважением, для пациента это повод, чтобы сказать, я ничего не понимаю, ну, боже, какой умный доктор, и, в общем-то, обязательно это нужно делать. И есть еще несколько профессиональных сообществ врачей, в частности, вот я привела ссылочки, доктор на работе, мир врача, врачи вместе, это такие социальные сети или сайты, где врачи могут обмениваться мнениями, просто общаться, писать какие-то статьи, выкладывать свои другие публикации, тоже очень ценно для того, чтобы растить вашу известность среди ваших коллег. Вот все, я вам это рассказала, и вы думаете, как-то много всего, как бы это все сделать, чего-то неохота, и вроде нет лишних 20 лет жизни, чтобы добиться известности, но на самом деле, чтобы появиться в интернет, чтобы первичную свою репутацию сформировать, достаточно одного дня, но это не буквально, может, ну, 20-25 часов работы целенаправленно, достаточно 8-10 точек присутствия, это ваш сайт, это онлайн-справочники, несколько отзывов и регистрации в профессиональных сообществах, и уже если человек запросит информацию о вас, ему будут представлены какие-то данные, он сможет сделать выводы, вы сможете ему понравиться, в общем, за один день все это можно достигнуть. Когда вы создаете себе первичную репутацию, вы появляетесь в интернет, но вам нужно еще не только появиться, потому что этого мало, но еще и выделиться, и самое главное запомнится. Я работаю на клинической кафедре на базе больницы, соответственно, там в коридорах ходит самая разношерстная публика, студенты, больные, ассистенты, врачи и так далее. И вот мне всегда казалось, что наше отделение терапии, оно самое интеллигентное, самое вежливое, потому что там со мной всегда здоровались люди, которых я даже не знаю, и которые, соответственно, не могут знать меня. И дальше я бы также и находилась в плену иллюзий, если бы неделю назад ко мне, не неделю, чуть побольше, подошел человек, говорит, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, он говорит, Анна Владимировна, когда у меня выпишите, я лежу уже две недели, я очень хочу домой, а я как бы не Анна. И оказывается, меня хронически путают просто с доктором, вот с этим. Я, конечно, плещена, но мне кажется, мы не близнецы и можно было этому пациенту за две недели доктора своего запомнить. Но вы знаете, что пациенты, они хронически не запоминают своих врачей, иногда приходят на второй прием, записываются там у администратора, как звали вашего врача, не помню, как он выглядел, не помню. В общем-то, врач это обезличенная профессия, все в белых халатиках, в одинаковой униформе, все бегают, что-то там одинаково себя ведут. И если Чехов еще верил, что врачи какие-то особенные, то с советских времен культивируется упор на мнение, что врач это обслуживающий персонал. Соответственно, выделиться очень сложно. Поэтому вот вы появитесь в сети за один день и после этого продолжаете работать, чтобы прокачивать свою интернет-репутацию, чтобы улучшать ее и чтобы не только появиться, но и выделиться и запомниться. Можно сколько угодно говорить красиво, но нам всегда нужно сопоставлять возможности и желания. Так что, как вы думаете, сколько нужно в месяц вкладывать в свою интернет-репутацию, в свое интернет-продвижение, чтобы был какой-то эффект? Любые версии, пожалуйста, все, что придет в голову. Ну, на скидку. 10-15, спасибо. Самому вкладываться в свое развитие. Да, самому вкладываться в свое развитие. Вы себя развиваете и вы, соответственно, какие-то затраты несете в связи с этим. Ну, допустим, 10-15. А я вам скажу, что самое комфортное это 30. Но это только, я вам так скажу, это просто для того, чтобы активно работать, чтобы максимально быстро получить результат. Поднимите, пожалуйста, руки. Кому кажется, что это много? Один, два. Да, почти половине кажется, что это много. Может быть, но, вы знаете, у нас восприятие каких-то величин, большие они или малые, зависит от того, каково наше финансовое положение в настоящий момент. Мне тоже в университете казалось, что повышенная стипендия 2100 рублей, это очень даже прилично. Вот. Но 30, допустим, это самая комфортная цифра. Допустим, вы вкладываете эти 30 в себя и у вас есть два варианта, что делать. Либо вы сами там что-то копаетесь, узнаете, пользуетесь помощью каких-то специалистов и растите свою интернет-репутацию, сайт, отзывы, интернет-справочники, либо вы просто, не заботясь ни о чем, на три месяца вешаете баннер со своей фотографией, с контактами, где на Кутузовском проспекте. Как вы считаете, какие результаты будут лучше? Баннер. Спасибо. Ну так вот, что касается ситуации с баннером. Пока он висит, к вам будут приходить пациенты, вас будут узнавать коллеги, может быть, даже на улицах, но как только он исчезнет, как только информационный вот этот вал вытеснит вас из голов ваших пациентов, коллег, друзей и так далее, этот поток, он прекратится, и никакой пользы вашей известности, вашей репутации не будет. А пока вы работаете в интернет, пока вы что-то там навсегда, навечно оставляете на чужих сайтах, пока вы развиваете свой сайт, это все дает накопительный эффект. Это работает на вас, и через 10 лет вам будет служить вот та же работа, которую вы проводите сейчас. И все это будет накапливаться, множиться, и я считаю, что это выгоднее для тех, кто приныл при виде цифр. Ваши вложения могут быть равны нулю. Вы можете делать что-то сами, по интернету там сверяясь, как что сделать, что такое HTML, как там наладить какие-то функции на сайте. Все это можно постичь самостоятельно. Вы можете бартером получать какие-то услуги, вы можете среди знакомых, умельцев каких-то привлекать. Вы можете все делать безо всяческих затрат. Это просто для тех, кто не готов себя пока что вкладывать, кто хочет начать, но пока что не может по финансовым соображениям. Это возможно. Даже если вы не готовы вкладывать, или просто у вас ничего нет, успокойтесь и работайте сами. У вас все может получиться. Важный вопрос. Насколько быстро вы получите результаты от своей работы? Быстро вы их не получите. Хотя у нас сейчас все помешаны на скорости. Вот я подобрала несколько объявлений, когда совершенно нереальные строки, совершенно невообразимый профит можно получить кредит за 15 минут, доставка с лучшей 45 минут. Ну, в общем, понятно направление. Мы избалованы тем, что у нас есть иллюзия, что мы можем получить все быстро. На самом деле, если вы беретесь развивать свой сайт в интернет и свои там какие-то еще ресурсы и формировать репутацию, то быстро не получится. Да, вы за один день можете появиться. Вы можете очень быстренько сделать себе сайт. Но, чтобы ваш сайт начал полноценно работать, а не был просто визиточкой, нужно полгода, иногда больше. Если у вас пострадала репутация сильно, вам нужно полгода, год специальной технологии. То есть это тоже очень медленно. И 1-3 года нужно для того, чтобы не только появиться, но и выделиться, и запомниться, чтобы создать свой крепкий профессиональный бренд. Кто так думает? Признавайтесь, пожалуйста. Так, один. Может быть, кого-то еще не увидела. Я прошу вас не воспринимать грубость на свой счет. Я на самом деле часто вспоминаю эту цитату, если мне лень и неохота что-то делать. Это отлично мотивирует. Но просто нет других путей, чтобы стать известным в интернете. Если вы станете известным в интернете, вы станете известны, как говорится, в оффлайне. 60-80% пациентов, помните, да? Поэтому нет просто других путей для того, чтобы вы могли себя развить и заработать себе ими. И еще такой маленький мотиватор. Будьте прилежны, что-то делайте каждый день понемножку и начинайте работать прямо сейчас. Почему сейчас? У вас сейчас беспрецедентные возможности. Еще не все доктора поняли, к чему вообще все идет. Еще не все научились использовать благо цивилизации себе на пользу. И, в общем-то, у вас есть свободная ниша практически. Там уже кто-то есть, но она свободна в целом. Сейчас вы едете в поезде в вагоне первого класса. Через пять лет вам нужно будет вот примерно вот так, как на второй картинке, пробиваться, конкурировать еще сильнее, чем сейчас. И те усилия, которые вы будете прикладывать тогда, через пять, десять, может быть, через три уже года, они будут гораздо более интенсивными, чем вы можете сегодня, завтра, в следующем месяце. Так что не теряйте времени. Начинайте работать уже с сегодняшнего дня. И, конечно, легко что-то делать, но не легко, легче что-то делать, когда есть ориентир. Вот, представляю вам, инсталляцию Романа Вячеславовича Базунов в Яндексе. Это первая страничка выдачи. Что тут видит пациент, коллега, журналист, когда заходит? Красивый персональный сайт. Наша гордость, канал на YouTube. Википедии присутствие. Куда всех не берут. 500 видео, куда программ, которые пригласили Романа Вячеславовича в качестве эксперта. Вторая страница его показывает, как ученого, общественного деятеля, человека, который, несмотря на статус, бесплатно консультирует на сайтах пациентов, притом на нескольких, и автора книг. Но если пациент такое увидит, он что подумает? Он же через 5 секунд подумает, что такому доктору не то, что не страшно пойти, это здорово, это почетно. Так что, я желаю вам со временем того же самого, хорошего вам пациента, уважения коллег, эффективных помощников на пути вашего развития. И пусть у вас все получится, достаточно вам для этого сил. Спасибо за внимание. А существует ли специфика презентаций медицинских? Потому что то, что вы говорите, это в основном касается бизнес-презентации, чтобы кому-то что-то продать или какую-то идею развить. Все-таки медицинская аудитория, эта аудитория достаточно высокоинтеллектуальная, часто заинтересованная в получении информации. Вот есть ли или может быть какая-то литература по этому поводу есть? Потому что я не встречал над ними. Литературу я тоже не встречал. Может быть, я немножко агравировал ситуацию в плане медицинских презентаций, но я имею в виду и в плане того, как их плохо читают, но и в плане того, что, конечно, нельзя превращать совсем в спектакль. Но я вам скажу, те же западные последнее время медицинские конгрессы, я уже лет 20 на них регулярно езжу. Вот так сказать, рубеж 2000-х годов, ну, скажем так, расцвет стремления все доказательно обосновать. И вот это как раз, когда выходили люди на трибуны и просто показывали таблицы, 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 и как-то ты должен начинать был им верить. Через какое-то время, оно может, конечно, и веришь, но просто забываешь, что даже смотрел эту презентацию. Сейчас, как интересно, вот я заметил последние 4-5 лет тенденцию на тех же западных конгрессах. И, кстати, между прочим, даже в западных журналах, такие проэндкон, это что такое? Это когда какая-то тема, и один лектор выходит и рассказывает, что это вот не может быть никогда, такой метод лечения это полная чушь, а другой выходит и рассказывает это просто супер. Причем, я вам хочу сказать, доказательная медицина, сейчас настолько распространилась информация, что далеко ходить, даже пример из нашей недавней истории. У нас год назад был стандарт, ну вот здесь чинстокс, может быть, слышали, дыхание чинстокса. И был стандарт, то есть классификация, рандомизированные исследования, категория стандарт, уровень доказательности, А, что при чинстоксе можно применять сервовентиляцию. Прошло исследование серво-HF, самое крупное, и показали, что применение сервовентиляции увеличивает смертность у пациентов с низкой фракцией выброса. И теперь это противопоказание. То есть вот насколько меняется ситуация, то есть здравый смысл никто тоже не отменял. И я что про проэнткон, то есть как раз людей вовлекают в процесс принятия решений. И тогда сам человек начинает думать и может быть вообще как-то воспринимать эту информацию. То есть я считаю, что ничего зазорного в том, что какие-то элементы убеждения, эмоции и так далее в любую презентацию, даже медицинскую, можно внести. Потому что еще раз, как правильно Александр сказал, что за презентацией мы должны подумать, что произойдет. И за тем докладом, который вы сделаете, что сделают в итоге люди, с той информацией, которую получат. есть сайт, он, конечно же, не фигурирует постоянно в первой десятке, но найти его не очень сложно. На него заходят люди. Они заходят на 2-3 минуты и звонков, несмотря на то, что соблюдены правила, телефоны и прочее, звонков с сайта практически нет. Первое. Второе. Ощущение. Люди заходят на сайт, ничего не читая. В лучшем случае они задают вопросы. А скажите, а вы принимаете? А сколько стоит? А где вы находитесь? Там вот все есть. Все эти схемы, все эти телефоны, пароли, явки, адреса. В некоторых случаях доходит до абсурда. Здравствуйте, мне надо сдать анализ на гепатит. Извините, пожалуйста, но мы со мной логическая лаборатория. Но я же говорю, лаборатория. У вас можно сдать анализ на гепатит? Вот я пока очень смутно представляю, как со всем этим бороться. Не бороться, а скорее улучшать. Если к вам приходят люди и уходят без реакции, то им не нравится внешний вид. Или они могут просто получить информацию, которую ищут. Например, они зашли по информационному запросу почитать о причинах храпа. Вот они почитали, удовлетворились, им не нужен врач, они просто так погвозять и ушли. То есть вам нужно увеличивать количество коммерческих страниц, представлять себя лучше как коммерческую структуру. Что касается пациентов, которые не целевые, то опять-таки тоже нужно оформлять себя однозначнее. Ну что тут можно сказать? И вообще конверсия, она штука такая. Например, у Романа Вячеславовича 5000 человек на сайте Центра медицины сна каждый день. А сколько звонков с сайта? В месяц? В день? Ну все равно 5000 и 30-40 в день. Это как-то соотношение такое. Поэтому если у вас будет 5000, у вас будет 30-40 звонков в день. А сколько у вас сейчас человек? Ну, порядка такого количества, которые звонят. Ну вот вам и ответ, собственно говоря. Просто неразвитый сайт, нужно развиваться и представлять себя, представлять, как коммерческое предложение какое-то. коллеги, у меня, кстати, маленькие комментарии по этому поводу, по поводу формирования репутации. Вообще, есть такая замечательная постовица, которую вы, наверное, все еще с секундки и времен помните, что первую половину жизни вы работаете на имя, а вторую половину жизни имя работают на вас. Так вот, сейчас, увы, это уже не работает. То есть, можно первую половину жизни работать на имя, но как только вы перестали работать, через полгода все вас забывают. Я сам вот попал в такую очень неудобную для себя ситуацию, когда я приезжаю в Воронеж, это же, ну ладно, какой-то город, да, на неврологической конференции выступать по расстройствам сна, выходит невролог и говорит, вот основоположник отечественной сомнологии. Так было неудобно, я вам честно скажу, абсолютно, потому что Вейн, Олевин, который вот еще совсем недавно дожил и были, настолько быстро улетучивается информация, что через, что там санаторий Барвиха, когда у нас Борис Николаевич лечился, как-то один деятель сказал, что так проекламировать учреждение, это уже потратить было 50 миллионов долларов рекламных денег, чтобы рассказать, что вот в России есть учреждение, где лечатся и у нас вообще говорили, что наше руководство, зачем нас рекламировать, потому что мы обречены быть великим санаторием. Знаете, это мне напомнило ровно то же самое, когда Горбачев говорил, что Советский Союз обречен быть великой страной. Делаешь, делаешь, ничего не делаешь, он все равно обречен, он обречен, но как-то в другом контексте случилось. Так вот, сейчас санаторий Барвиха уже никто не знает, вот насколько быстро все сменилось. и если вы не будете постоянно информировать публику по себе, а с другой стороны, второй, польза или не польза, а скажем, хорошая часть того, что вас забывают, вас ровно так же быстро могут узнать. Вас ровно так же могут быстро узнать. Вот правильно формирование бренда год-три. На самом деле, я даже недавно читал, а вот что нужно, чтобы для публики, вот которая запрашивает в интернете, чтобы вы стали экспертом. Ну, допустим, уж раз Александр Давидовича вспоминал, да, нужно написать 10 советов, как полечить пневмонию. И я вам скажу, что если вы удачно разместите эти 10 советов и много-много, 5 тысяч людей прочитает, как лечить пневмонию, просто эти 10 советов, в глазах этих 5 тысяч людей он уже будет экспертом. то есть, вот так все происходит. Я, конечно, понимаю, что это, так сказать, на нашу больную мозоль нашего высокого мнения о себе о врачах, да, но вот так меняется психология. И если вы действительно из себя представляете хорошего врача, да, за год, за два, за три можно сформировать свой бренд, который будет известен. И для этого не надо работать полжизни. Более того, скажу, что то же, что я читал, что вот то, что говорят сарафанное радио, да, конечно, оно важно, что вот там нельзя рекламировать, только сами врачи должны порекламировать. Если вы хороший врач сейчас в каком-то центре, ваши коллеги будут очень хорошо о вас отзываться, особенно, если это коммерческий центр, где у всех зарплата на проценте. Да, они постараются вас, извините, так отрекомендовать, да, скажут, да он убийца, он вообще такой, вот раз такой, да. То есть парадокс получается в том, что вот это сарафанное радио начало работать хуже, на продвижение, особенно, если вы действительно выделяетесь чем-то среди коллег, а интернет начал работать гораздо лучше. И вот это пока, к сожалению, не все понимают. Не так маленькое дополнение. Может быть, еще что-нибудь хотите сказать? А в интернете не может развиваться точно такая же борьба? Где? В интернете точно такая же борьба может развиваться, да? И она уже развивается. Абсолютно. У юридических момент регулирования какой-то есть. Если на крупных сайтах там есть модераторы, они не допустят распространение заведомо ложной информации, вот здесь может прийти, в принципе, ну, наверняка, да, при развитии событий. Вот эта страна. Конечно, на вас могут писать отзывы ложные. На организации предположим, одна организация вторая, это же тоже может. Нет, никто не мешает подавать в суд, если уж организации. Я говорю про частный сайт персональный, да, если это организации, да, подавай в суд. Пожалуйста, если человек у себя разместил ложную информацию, это вполне... Персональный будет хуже, Персональный будет хуже, защищенных меньше. Понятно, что теоретически вы тоже можете подать в суд, но никто же не будет, сами понимаете, подавать и судиться. Это правильно, это есть определенная технология работы с негативными отзывами. Я себе тоже эти отзывы читал. Ну, порой, чаще просто игнорируешь, да, причем, если чем более пошло они написаны, люди, которые их читают, они тоже понимают, что это вот, мягко говоря, не совсем соответствует действительности. Более того, если совсем нет отрицательных отзывов, это тоже вызывает подозрение. Да, то есть тут вот есть разумный, тоже, если уж интересно, почему наши звезды все скандалы устраивают. Потому что не так даже важно, какая информация положительная или отрицательная, главное, чтобы она была не нейтральной. Потом уже даже забудут, что о вас читали отрицательные отзывы, но запомнят, что о вас что-то читали и вас запомнят. То есть парадокс заключается в том, что если это не совсем убийственная какая-то информация, что вы там накинулись с ножом на пациента и зарезали его, то о вас почитают, о вас запомнят и уже даже не будут помнить, что прочитали, но будут помнить, что это вы. Если потом идут положительные нормальные отзывы, вот это ляжет, просто, а я где-то вспомнил, да, вот это же он. Ну, я не правильно сказал, потому что вообще ваша епархия. Вообще, на самом деле, вы, наверное, сами себя прорекламировали, когда меня показывали. Потому что YouTube, Википедия, это все заслуха Софии Анатольевны, на самом деле. И, может, многое из того, чего я не делал, это вот такое наше активное сотрудничество, по-моему, последние 9 месяцев происходит, да? Ну, так, если вот продвижение. Ну, может быть, сначала копирайтинг был, да, и какие-то совместные проекты, а конкретно ответственность за продвижение Центра медицины сна 9 месяцев. И я скажу, я сам много нового узнал о том, как продвигать себя, как продвигать себя. Ну, а главное, что это уже в два раза наши доходы увеличило. Спасибо. Спасибо всем большое. Спасибо, что вы собрались. Спасибо, что нас послушали. Очень рады были с вами познакомиться. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин